здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор разбор которого вы в очередной раз ждали и просили меня о нем недавно алексей арестович дал интервью екатерине гордеевой обязательно рекомендую вам его посмотреть очень интересно много противоречивых вещей он сказал и вообще в принципе вот этот разбор имеет смысл с точки зрения разбора конечно же манипуляции в первую очередь манипуляции там просто вагон и маленькая тележка их просто море в этом интервью ну давайте разбираться что могу сказать давайте я включаю первый фрагмент и по любой посмотрим на базовую линию поведения нашего сегодняшнего героя для того чтобы понимать вообще где он себя чувствует комфортно и вот комфортные такие вещи некоторые давайте посмотрим сейчас вместе и так показывают в нас много страха и контроля вот он так работает вот так механизмы срабатывать в вашей персональной жизни там же всегда разбор личных кейсов там сюда занятия что можно с этим сделать надо понимать что происходит это что можно с этим сделать ну как бы учу в ходу в культуру например там искусство читать но это как коучинг да ну как коучинг это коучинг это когда персонально человеком занимаешься да я не не имею возможности заниматься персонально в силу специфики как бы поэтому если вы занятый человек очень не не в этом дело я консультации могу давать там онлайн но личная встреча это всегда во первых вопрос безопасности во вторых мало кто может отрешиться от моей социальной роли и посмотреть на меня как на как приличную встречу да у людей начинается вот это вот я это не очень люблю учитывая тузлу учитывая мешковщину в крыму воины общую позицию выход россии как это там да вернее некоторые тенденции в развитии это сама в частности то есть вы видите что человек активно жестикулирует когда говорит о вещах которые ему приятны а не только жестикулирует но еще и эмоциональная вовлеченность присутствует разговор голос тише громче то есть все это вот эти все перепады говорят об эмоциональной вовлеченности и о том что человеку комфортно говорить об определенных вещах дугин который вот информация получена не только дугина и мы с кириллом встречались с кириллом патриархом ну тогда он был замглавой алексея но тем не менее все тенденции идеологическое развитие оставил общая общая логика была такая вектора идеологического развития российской федерации делают нападение на украину неизбежно а да теперь давайте посмотрим внимательно на те моменты где ему говорить некомфортно где он явно что-то скрывает давайте смотреть следующий фрагмент и вы будете есть амаров в тихом океане на яхте я так уже вести семинары я так уже ел амаров вот я и хотела спросить что война еще не кончилась а вы уже с амарами в тихом смотрите как он говорит очень тихо выставляет больше лоб и эмоционально вообще не вовлечено то есть он проговаривает да но жестов здесь минимальное количество конечно же человек умеет держать себя но тем не менее мы видим что эмоциональной вовлеченности здесь очень мало давайте смотреть дальше я не но я удовольствием повоевал за свою родину но мне не дают просто что значит не дают ну вот пожалуйста и первая манипуляция подошла что называется перекладывание ответственности на других то есть я бы пошел по и повоевать но и здесь очень много причин отговорок и так далее то есть конечно же и при этом сжимается эмоции минимальные вы понимаете что существует такая штука как продажи координатов на поле бура то есть я приеду куда бы я не призвался ну вот что касается продажи координат я думаю что это правда потому что он сейчас облизал губы включил эмоции то есть вот эта информация действительно достоверная но она притянута можно сказать в данном контексте за уши потому что но я думаю что на фронте воюют многие люди и в общем то там есть и известные люди насколько я знаю кстати в комментариях напишите кто сейчас воюет из известных людей и вот действительно ну я не знаю насчет продажи координат ну да я допускаю что это присутствует но я думаю что но это опять таки это мои мое мнение и мне кажется здесь он как то вот сгущает краски напишите в комментариях пожалуйста кто из известных людей воюет чтобы я просто поняла насколько это действительно так или известные люди по той же самой причине не идут воевать потому что они боятся именно этого вот здесь я к сожалению не но не знаю насколько это все серьезно но в данном контексте я понимаю что все таки вот эта информация его раньше не пугало да он смело выполнял какие-то собственные задания судя по тому как он это рассказывал и так далее а сейчас вот вдруг стало страшно но не знаю в чем дело на самом деле вот здесь вот я хотела бы ваших комментариев больше давайте смотрим дальше куда бы я не приехал мои координаты продадут на следующий день россиян туда прилетит искандер какой-нибудь моя мала то что сам погибну я погибнут еще люди которые вокруг меня и это неизбежно меня убьют на войне гарантированно сто процентов свои сдав ваши это 101 процент закону вы подлежите мобилизации да то есть получается что вы сейчас в ком-то смысле уклонист нет у меня не пришла повестка почему я уклонист а если придет если придет то дальше дальше буду смотреть а что будете делать мне так просто повестка прийти не может я на спецучете там свои свои законы понимаете поэтому значит придет специальная повестка может придет а может и нет тогда посмотрим какого хитреньке Вы хитренькие, как есть, говорю все право. На слове «может» и «нет» он расширился. И здесь я делаю выводы, что действительно он подстраховался. И знаете, вот здесь я в нем узнала многих тех, кто поддерживает эту так называемую СВО со стороны России. Я иногда общаюсь с такими людьми, и когда они говорят, что Путин прав и все такое, я говорю, ну так вы своих детей, может, отправите на фронт, и тут начинаются разные отмазки, что дети у меня инвалиды или там какие-то еще. Ну, в общем, все, кто поддерживает, как правило, вот таким образом, конечно же, и отмазываются, что у них есть какие-то способы обойти это. Вот, ну, то есть, вообще, как по мне, так это полный сюр. Но что поделать, здесь в данном случае мы видим, что действительно человек очень боится этого, но он хорошо подстраховался. И сейчас он старается сильно волну не гнать, на войну он не пойдет ни при каких обстоятельствах, он найдет причины, чтобы этого избежать. И, в общем-то, вот такой вывод делаем из этого сюжета. И увидели, да, контраст, когда он говорит о вещах, которые ему, о которых ему нравится говорить, он говорит с большим количеством эмоций, жестов и так далее, да. Громче говорит. А когда он говорит о том, о чем ему говорить не хочется, он старается говорить тише, без эмоций, без жестов. И я думаю, что вот эту информацию по поводу идти на войну ему желательно даже меньше озвучивать. Но мы прекрасно понимаем, по какой причине. А дальше, что касается биографии, тут тоже много чего зарыто. Давайте смотреть. Кто вы? Разведчик, актер, психолог, политолог, философ, коуч. И это совершенно путанная история. Поэтому у этого интервью две цели. Первая – наконец-таки получить биографию, рассказанную самим Алексеем Арестовичем. Видите, ну вот здесь, конечно же, мы видим человека, который заулыбался не потому, что ему смешно, не потому, что ему радостно, а потому, что он хорошо умеет держать себя на публике. Это начало интервью. Он еще толком не собрался. И сразу такой вопрос прилетел. Поэтому он отклонился как от удара. Потом излишне натянутая улыбка, да, ну, которая, я допускаю, что он как актер может ее изобразить. Губы напряжены при этом. Дальше он оближет губы. Ну, в общем-то, понимаем, да, что первый же вопрос ему совсем не нравится, но он изображает добродушие. Давайте полюбуемся дальше. Вот видите. И опустил, смотрите, опустил челюсть, выставил лоб. При этом губы напряжены. Сейчас губы оближет. И челюсть такая напряженная. То есть не нравится, не нравится ему это все. Ну, ладно. Пришел на интервью, что называется, полезай в корзину. И, во-вторых, понять, что этот Алексей Арестович мог бы, хотел бы привнести в украинскую политику. При этом вам принадлежит фраза, что если бы кто-то знал полностью вашу биографию, то он не то чтобы не предлагал вам никакие должности, он бы при встрече с вами переходил на другую сторону. Так? Да. Вы готовы навести во всем этом порядок? Ну, буквально рассказать биографию? Давайте. Момент первый. Какой у вас... Переспрашивание тоже, кстати, это сигнал того, что он старается немножко оттянуть момент ответа, потому что он формирует в голове у себя ответ. Ну, то есть ответ у него не сформирован толком. Он, видимо, думает, какую часть биографии имеет смысл сейчас рассказать. Подполковник. Когда вы его получили? 7 апреля 22-го года, по-моему. За ваше активное участие в информационной поддержке Украины во время войны? У меня было и другое участие. Какое? Ну, такое, чисто военное. Когда? Во время Киевской обороны операции. Это когда вы ездили и лично проверяли укрепление блокпостов? Нет, нет, за это не дают подполковникам. А за что? Ну, я там сделал какую-то часть работы и далее. Это ничего не объясняет? Ну, такая работа пройдет, я расскажу, к сожалению. То есть это секретная работа? На ней гриф таемно не стоит, но как бы... Ну, как бы, да. Как бы не хочется это говорить, потому что это не так красиво и не вписывается в какие-то... Вот, в какие-то картинки, которые надо показывать. Да, ну, мы видим, что человек очень много прячет информации, не хочет нам много чего говорить. Ну, и это понятно, потому что я так послушала, там столько-столько информации, противоречивой, разной. Ну, давайте дальше посмотрим. Следующий фрагмент по поводу, вот, как он относится к самому обману. И здесь очень поучительно то, что он сейчас скажет. То есть, о картинке знают, что вы в этот момент разрабатываете Дугина? Нет, не знал. То есть, вы его обманываете? Ну, как обманываете, я не говорю правду. Ну, и здесь я хочу сказать всем, кто стал когда-то жертвой обмана, как правило, обманщик старается всегда факт обмана не проговорить. Почему обманщик так делает? Потому что, когда мы проговариваем факт обмана, мы фиксируем, мы уже встаем на другую сторону, и на той стороне нам необходимо, во-первых, все запоминать, что мы сказали, во-вторых, подтягивать какие-то факты, да, в-третьих, вообще, в принципе, всегда играть в этой роли, да, это очень сложно и энергозатратно для каждого человека. На обман мы идем только в крайних случаях, когда мы рискуем, да, мы рискуем что-то потерять, мы рискуем чем-то, да, и поэтому мы идем на обман. Не от хорошей жизни обманщики идут на обман. Сейчас я прям оду обманщикам пропою, да, но, тем не менее, каждый обманщик старается факт лжи не проговорить, то есть умолчание, ну, многие живут в иллюзиях, что умолчание это, я же не сказал неправду, да, и он как бы уже, он как бы не перешел эту черту, но на самом деле черта находится уже там. Человек, умалчивая факт лжи, он тоже обманывает, поэтому не нужно тешить себя иллюзиями, что если вы не услышали неправду, да, или если вы не услышали правду, да, то вы, этой неправды не существует, понимаете? То есть обманщик, он намеренно умалчивает, часто, чаще всего даже намеренно умалчивает для того, чтобы жертва сама придумала себе свою правду. И, как правило, жертва, которая понимает, что когда она узнает всю правду, она, ей придется столкнуться со множеством проблем, поэтому жертва чаще всего находит путь наименьшего сопротивления и начинает верить в то, что ей выгодно самой, да, ну такая тоже выгода косвенная, да, и получается, что человек как бы не сказал, и второй человек как бы придумал свою правду, и вот они живут в этой лжи, общаются друг с другом, и кто-то умалчивает, кто-то думает что-то, и здесь очень важно, если вы не хотите вот в этом вот мраке жить, потому что рано или поздно все равно любой обман, он выходит наружу, и если это происходит позже, то это происходит намного болезненней. Это, как знаете, болезнь, которую мы не замечаем, да, и стараемся как можно дольше ее не видеть, но от этого она не уходит, и когда уже сталкиваемся с тем, что нужно лечить, это уже оказывается поздно, поэтому здесь, конечно же, каждому, ну, естественно, делать выбор свой, да, но если у вас есть какие-то подозрения, то обязательно задавайте человеку, который, ну, умалчивает у вас, умалчивает перед вами какую-то информацию, задавайте наводящие вопросы, и как можно больше этих вопросов задавайте, чтобы этот человек уже четко либо перешел на сторону обмана, либо вам признался в том, что, ну, вот что было, да, поэтому вот здесь вот очень такая хитрая штука, которую использует Алексей Арестович, в общем-то, очень часто, да, как врет, как дышит, дышит часто, поэтому вот такая вот хитрость, она, конечно же, не нова, но я считала нужным ее озвучить, ну, сами понимаете, по какой причине, мы здесь занимаемся тем, что разбираемся в том, как определять ложь, и вот умолчание, это просто менее энергозатратная, но тоже ложь. Итак, следующий фрагмент, включаю, ну, тут вообще довольно интересная ситуация, мне было забавно наблюдать, как Алексей выкручивается из вопроса, который задала Екатерина, просто браво, давайте смотреть. Две-три недели были абсолютно оправданы, я был членом Стамбульской переговорной группы. И смотрите, здесь сразу идет поджимание губ, облизывает и мало эмоций, и это неспроста. Потому что сроки переговора, вы договоренные о прекращении огня. А вы были членом, но вас на видео не видно. А потому что меня... Как, Екатерина, просто браво, как она задала этот вопрос, как будто такая дурочка, да, вот сидит и только что обнаружила, да, ой, слушайте, а тут нет у вас на фотографии. На самом деле, конечно же, это был подготовленный вопрос, и ожидаемо, что он стал рассказывать именно об этом, потому что он себе это приписывает, но смотрите, как интересно он сейчас будет выкручиваться. Он сначала замер, потом опустил челюсть... Этот самый... В России они сбили, они попросили белорусов завести уголовное дело после того, как я призвал взорвать железные дороги в Беларусь. И устранили. А сбили они не случайно, потому что, видимо, успешно переговаривался. Слишком для них. Поэтому я все равно остался, я был, сидел за кадром просто выросил. Ой, слушайте, я почему-то не замедлила, но вы видели, да, как он сразу замялся и стал говорить вот эту свою скороговорку. Кстати, мне всегда не нравилось разбирать Арестовича, признаюсь вам честно, потому что он говорит скороговорками. Его сложно вот на скорости, там я всегда просматриваю все видео, на скорости умноженной на 2. И в его случае это делать вообще невозможно, потому что он как-то вот слова проговаривает очень быстро. И они у него вот сливаются в один общий фон, и это довольно сложно вычленять какие-то фразы. И в данном случае вот эта скороговорка, она усилилась даже без скорости умноженной на 2. Я с трудом поняла, что он сказал. Вот как раз его, ну вот эти вот уловки, хитрости и манипуляции, они как раз вот именно в этих моментах и спрятаны, как правило. И в данном случае, да, было очень интересно посмотреть, как он выкручивается. Мы видим, что он очень замешкался, замялся, и много было реакций, которые я написала в выноске. Но давайте еще раз посмотрим этот фрагмент, потому что мне он был очень интересен. Я не пойму, почему я не сделала замедленную вот еще раз, чтобы посмотреть, как он реагировал. Но давайте посмотрим еще разочек. 2-3 недели были абсолютно оправданы. Я был членом Стамбульской переговорной группы. И знал просто сроки переговоров и договоренные о прекращении огня. А вы были членом, но вас на видео не видно. А потому что меня этот самый... Вот смотрите, челюсть опустил вниз, пауза, скороговорка, про которую я уже сказала, говорит менее уверенно, тише, проверяет реакцию собеседницы и односторонняя еще улыбочка в конце. В Арсении. С опущенной челюстью это как раз признак подавленности. Я неоднократно рассказывала, но может быть кто-то впервые у меня на канале, что вообще односторонняя улыбка это признак эмоции презрения. Когда человек, сравнивая себя с другими, как бы показывает, что он выше по статусу. Эта эмоция самая последняя появилась у нас в жизни. Это такой пример межличностного общения, когда мы показываем свой статус. Но когда... Вот это считается презрением, когда челюсть либо на одном уровне, либо выше поднялась. Но если челюсть опустилась ниже, и мы видим эту одностороннюю улыбку, то эта эмоция как бы направлена внутрь себя, то есть презрение в отношении себя. То есть я не дотягиваю до того, чтобы быть на определенном уровне. То есть это такое самообичевание в какой-то степени, признание своей, скажем, недостаточной статусности. И, соответственно, вот такая вот реакция против себя направленная. Да, давайте смотреть дальше. Они попросили белорусов завести уголовное дело после того, как я призвал взрывать железные дороги в Беларусь. И устранили. А сбили они не случайно, потому что, видимо, успешно переговаривался. Слишком для них. Поэтому я все равно остался. Я был, сидел за кадром просто вот и все. Ну да. Ну, не знаю насчет этого. Был за кадром. Сначала, конечно же, говорил как будто возглавлял, а теперь оказывается за кадром. Ну и на самом деле, может быть, правда там еще дальше. Да, значит, идем. Дальше. Так, так, так. По поводу ответственности. Знаете, вот что меня больше всего насторожило, вот невзирая на то, что раньше я его разбирала и, в общем-то, вполне лестно о нем отзывалась. И сейчас, в общем-то, я не скажу, что это человек там, ну вот я постараюсь не давать вот своих каких-то оценок, просто объясню, почему сейчас вот в этом интервью мне очень не понравилось его поведение, потому что любую, вообще, любую информацию он очень красиво изворачивает в свою пользу. И это, конечно же, признак манипулятора. Да, безусловно, он интеллектуально вполне подготовлен и вообще, в принципе, он человек умный, да, с большими перспективами и большими возможностями. Вот я там по нумерологии смотрела и все такое, но всегда существует вопрос выбора, да, и каждый человек делает выбор либо в одну, либо в другую сторону, да. И очень обидно, когда человек действительно с выдающимися вот какими-то качествами делает выбор не в ту сторону, да. Вот получается, что в данном случае человек действительно обладает многими качествами, а именно умением манипулировать сознанием. То есть здесь вот прям четко это прослеживается, ну, давайте смотреть. Я был второй, да. А сейчас, ну, менее популярна только, кто, не знаю. Тимошенко. Да нет. Бойко. Бойко. Я бы сбросил совершенно сознательно. Почему? Потому что мне надоело, что у меня висит ожидание миллионов и ответственность за психолог... То есть вы сами сбросили свой рейтинг? Конечно, за психологическое состояние миллионов, когда у тебя нет никаких реальных рычагов, чтобы это состояние балансировать. Понимаете? И у нас же очень популярная идея, вот особенно в постсоветском Союзе, что права безответственности — это очень плохо. Ну, например, растут безответственные политики, которые это... Но ответственность без прав тоже очень плохо на самом деле. С психологической точки зрения она не менее разрушающая. Причем не только для носителя ответственности без прав, но и для тех, кто возлагает эту ответственность. Ну, как знаете, вот я не очень-то и хотел, да. Ну, вот сейчас он нам пытается это доказать. Вполне убедительно он это делает, но на самом деле мы прекрасно понимаем, что тут просто слова просто подтянуты под реальность. Да, реальность такова, что получилось вот именно так, поэтому ему сейчас остается либо признать свое поражение, чего он делать не хочет и не будет в силу многих обстоятельств. Ну, лучше всего сказать, да я не очень-то и хотел. Вот примерно так. И подвести под это хорошую платформу. Ну, давайте сделаем вид, что мы поверили, что он не очень-то и хотел, что он сам сбросил свой рейтинг, что он сам над этим кропотливо работал, чтобы этого рейтинга больше не было. Ну, хорошо. Значит, дальше, что касается... Ну, вот его вообще вот этих... Давайте смотреть. Вам не хочется найти своих и успокоиться? Я нашел своих. Где они? В зеркале. О, это плохой путь. Я абсолютно самодостаточный. Прям такой нарциссический? Нет, это тоже еще один штамп. У меня ничего нет напоминающего нарциссическое расстройство и близко. Ну, да. Кстати, видите, как отвращение продемонстрировал, когда услышал, что собеседница с ним не согласна, да, отклоняется, потом он переводит разговор. Но непереносимость критики – это и есть один из признаков нарцисса. Кстати, если вам будет интересно, я могу зачитать 16 признаков нарцисса, коротко, и посмотрите, что ему подходит. Знаете, кто любит диагноз нарцисс? Нарцисс. Это прямая проекция, прямой перенос. Украинское общество гипернарциссично. Нарцисс, когда смотрит на что-либо, он видит... Опа. А здесь у нас пошла манипуляция об общении, да, то есть все, оказывается, украинское общество, оно нарциссичное, да, и уходит разговором в другую сторону, чтобы не копаться в себе, потому что он прекрасно понимает, что если копаться в нем, то мы много чего накопаем, да. Только нарциссизм, только нарциссическое расстройство. И клеймит всех нарциссами, будучи гипернарциссом. У нас гипернарциссическое общество абсолютно, предельно. Все позируют в каких-то позах. Все не являются собой. И продают себя, и изменяют себе ради каких-то там баллов в виртуальном сообществе, даже не в реально, в соцсетях обычно. Ну да, в общем, красиво перевел разговор. Браво. Но все-таки я вам пообещала 16 признаков нарцисса, но так, может, для общего развития. Буквально кратенько зачитаю. Первое, потребность во внимании. Второе, отсутствие эмпатии. Третье, непереносимость критики. Четвертое, эксплуатация окружающих. Пятое, зависть. Шестое, преувеличение достижений. Ну, здесь, кстати, в этом интервью просто огромное количество этих преувеличений. Дальше, создание иллюзорного образа. Восьмое, страх проявления чувств. Девятое, неумение слушать. Десятое, не может формировать здоровую привязанность. Одиннадцатое, идеализация себя. Двенадцатое, осуждение других. Дальше, одержимость властью. Дальше, мнимая любовь к себе. Дальше, проблемы со здоровьем. И последнее, психологическая незрелость. Ну, в общем, смотрите сами, насколько он попадает по этим пунктам. Я считаю, что по некоторым пунктам прям в яблочко. Но давайте все-таки не будем сейчас очень сильно на этом зацикливаться. Вот, знаете, что мне очень не понравилось. Я не знаю, может быть, я со своей колокольни сужу. И я не специалист в этом вопросе. Но мне не понравилось вот это высказывание. Прям, знаете, передернуло изнутри. Давайте посмотрим. Вы смотрите на Путина, как на коллегу? До некоторой степени, конечно. И? Я его понимаю очень хорошо в этом смысле. Как он мыслит. Но вот он, например, очень не любит войну. Для него война крайнее следствие. Потому что разведчики не любят, и спецслужбисты очень не любят войну, и военную. Для них это такое дуболомы, знаете, костоломство. Они любят тонкие схемы. Договориться, система сдержек противовесов, создать влияние, рычаги, управлять оперативной ситуацией. А вот это стрелять из пушки и давить танком, это очень низкий жанр. Поэтому для него это дисквалификация. То есть это значит, он не справился с другими средствами. Но, тем не менее, это Путин, а никто другой начал. Путин, конечно, он персонально принял на нем ответственность, на нем вина лежит историческая. Но это не значит, что он любит это. Что, он через силу делает? Через силу. А зачем? Других средств не осталось. Или он так думает, что не осталось других средств. Ну, они совершенно реально чувствуют угрозу России со стороны НАТО и со стороны Украины. Совершенно реально. Они так думают. Мы можем с этим не соглашаться. Мы можем над этим смеяться. Но они так мыслят. Знаете, вот послушав вот это все его изречение, мне очень не понравилось то, что он здесь оправдывает Путина. По большому счету идет оправдание. Да, он говорит, что он заблуждается, может быть, только в конце фразы он сказал это. Но как-то вот эта риторика мне очень сильно режет по ушам. Возможно, что это мое личное такое вот субъективное восприятие. Но сказав вот это, он как бы поставил Путина на, скажем, на рельсы адекватности. И, ну вот, честно говоря, мне все-таки как-то по-человечески хочется думать, что это все-таки неадекватность. Это, знаете, вот если бы Гитлер победил, да, в свое время, то он бы, наверное, оправдал, да, оправдал бы, что он боялся Польши, там, на Польшу, да, он сначала напал. Да, он, ну, я думаю, что вот таким образом, вот такими высказываниями и Гитлера бы можно было оправдать, да, что он действительно тоже боялся, что на него кто-то нападет. Поэтому первый напал. И, ну, вот это просто, знаете, такой трэш, который меня, честно говоря, поверг в ужас, потому что, ну, если бы Путин на самом деле так боялся НАТО, то Украина давно уже была бы в НАТО. Ну, когда началась вот эта самая СВО, да, если бы действительно Украину кто-то принял бы в НАТО, да, и сейчас бы в Украине были натовские войска и все такое. Но сейчас уже идет третий год войны, и до сих пор нет там вот этого участия. Поэтому здесь, ну, как можно бояться, ну, в трезвом уме, в твердой памяти и с нормальным, адекватным вообще восприятием реальности, как можно бояться НАТО и напасть на страну, если эта страна до сих пор не в НАТО, вот спустя уже два года войны. То есть если бы действительно угроза была, то она была бы осуществлена. Вот я так считаю. А здесь получается, что Арестович нам рассказывает, что Путин на самом деле боялся. Чего он боялся? Если бы там были причины для страха, то действительно, ну, сейчас бы эти причины были сделаны. Ну, сейчас бы все было сделано, да. Поэтому из его уст это слышать, конечно же, тут возникает вопрос к адекватности самого Арестовича, да, или я не знаю, или может быть я что-то не так понимаю. Объясните мне, пожалуйста, в комментариях, может быть я что-то не так воспринимаю, и сейчас вот меня именно это бомбит вот настолько. Но я что-то не улавливаю здесь логики. Потому что, ну, тогда либо Путин неадекват, да, он напридумывал себе чего-то, да. Ну вот жизнь показывает абсолютно другое, да. Вот если бы он на самом деле, там, НАТО как-то угрожало по-настоящему, да, то сейчас развитие событий было бы такое, что просто вот что мешало этому НАТО, да, включить Украину и сейчас воевать на стороне Украины. Но до сих пор этого не произошло, значит, что-то здесь не сходится, как по мне. Но опять-таки напишите в комментариях, что здесь не так. Да, теперь следующий фрагмент, который вот именно по невербалике хочу вам показать, и тоже хочу спросить, что вот, что там спрятано. Я по невербалике понимаю, что скрыт какой-то финансовый вопрос, но объясните мне, пожалуйста, что там вот в этих хитросплетениях на Арестовича зарыто? Я решал задачи, которые я сам себе ставил. Мне никто их не ставил, как всегда. Я понимал, что должна быть сделана это, это и эта работа. Я ее, честно, делал. Какая? Ну, разная разведка занимался в основном. Для кого, если вы сами решили? Для наших войск. Подождите. То есть вы сами, Алексей Арестович, едете в Донбасс и занимаетесь разведкой с частным интересом? С частным интересом, передавая информацию своим друзьям из ГУРа, которые там стали уже большими начальниками за это время. Ну, так дети делают в партизанских отрядах. Да, но я не хотел в армию идти. Я просто не хотел с ними иметь дело. Вот, вот эта щечка. Слушайте, что со щечкой? Что со щечкой не так? Щечка у нас всегда кубышка. Щечка у нас всегда... Что же я с этого поимею? Как бы говорит его жест. И указательный палец, это как раз палец, который директивно, да, то есть дирекция, команда на то, чтобы что-то поиметь. Да, вот я не пойму. И ладонь к себе держит. То есть не показывает собеседнику, да, то, что спрятано. Тут скрыта какая-то информация касаемо именно, ну, каких-то ресурсов. Я не буду говорить деньги, ресурсы. Могут быть любые ресурсы. Там административные, финансовые, энергетические, любые ресурсы. Вот здесь вот идет речь именно о ресурсах. Да, и, знаете, вот слушаешь его и думаешь, блин, ну прям мальчишки-бальчиш. А сейчас прям мальчиша-плохиша переделался. И очень интересно. Я понимал, кто такой наш генерал, и не хотел им подчиняться, в принципе. Ну да, и работал на них. Ну, в общем, не понимаю я вот этих противоречивых каких-то вещей от Арестовича. Ну, видимо, я не доросла еще мозгами до его глубоких мыслей. Но давайте смотреть дальше. Вот по поводу его президентских амбиций. Здесь тоже довольно интересно. И давайте разберемся, хочет или не хочет Арестович стать президентом. Вот это мне показалось наиболее интересным. Давайте смотреть. Я могу разъяснить. У меня нет желания быть президентом. И смотрите, какая сразу эмблематическая оговорка. Кивает да, но говорит нет желания. Ну, кстати, да, вместе с наклоном головы в сторону плеча все-таки и да, и не знаю. Ну, точно не нет. Понимаете? И дальше он еще раз подтверждает, что все-таки больше да, нежели нет. Давайте. Нету его. Видите? И снова, снова кивок. У меня нет желания. Говорит нет, но дважды кивает. Кивает, да, в первом случае с наклоном головы в сторону, как бы да, не знаю, а потом дальше снова да. Ну вот, то есть мы понимаем, что есть у него такое желание, есть такие амбиции. И, кстати, вот я посмотрела по его космограмме, там, ну вот, интересно там, интересно. В скором времени у него как раз там есть возможно, окошечко возможностей есть. Быть супер успешным, у меня нет желания быть продюсером, вообще хоть что-то иметь. Вот я, например, хочу изменить ситуацию в Украине. Мне интересно по-человечески. Если это можно сделать без президентства, я буду счастливым человеком. Видите, сжал губы, облезал губы. Боли собачуру. И здесь, ну как бы, не совсем вот, как бы, знаете, вот такая ситуация. Я могу и не стать президентом, но если я смогу повлиять на что-то, я согласен. Ну а потом сказать, ну я же не мог без президентства ничего сделать, у меня же не было на это ресурсов. Ну то есть вот здесь такая оговорочка, и вот прям видно, что больше прельщает все-таки само президентство. Но давайте дальше наблюдать. Вот о чем быть президентом представить невозможно. Я-то два с половиной года проработал в офисе, я знаю, что это за работа. Это кошмар. Это плохо. Поэтому завидовать Зеленскому не завидовал никогда. Ну и смотрите, при этом держит колено. Колено, мы помним, что это гордыня. И не зря люди, которые молятся, встают на колени. Это усмирение гордыни. Ступня сейчас в защите. И другой ногой он притопывает. Давайте. Видите, вот сейчас укрупнило. Значит, видите, да, что колено держит. Ногой как бы вот закрывается, да, а второй притопывает. Сейчас не завидую. Сейчас особенно не завидую. Ну, здесь, конечно же, ну, скажем так, есть некоторые сомнения, но хочет, хочет быть президентом. И здесь, конечно же, из песни слов не выбросишь. Ну, давайте, вот я посмотрела по его транзитам вообще, что происходит, почему вот так вот все произошло. Посмотрела и до, и после вообще, вот и его взлет карьеры и все такое. Сейчас просто кто, вот именно на невербалике больше я не буду показывать. Я сейчас хочу пробежаться по его транзитам, по натальной карте, вернее, по космограмме. Времени рождения я его не знаю. Я посмотрела его транзиты и что я увидела. Сейчас у него идет соединение вот урана, уран в секстиле с Сатурном. Сейчас как раз время шансов для достижения власти. Это началось в конце мая этого года, закончится 2 июля 24 года, это одно касание. Второе касание будет еще 31, 10, 24 до 19, 12, 24, вот в конце года. И еще одно касание будет в марте следующего года до апреля следующего года. Дальше Нептун в секстиле с Марсом. У него был как раз вот, и вот это взлет карьеры. Но действовал он через Нептун. И поэтому мы с вами прекрасно помним, что, ну, в какой-то степени он убаюкивал, да, вот своими рассказами, ведь на любую информацию можно посмотреть с разных сторон. И он смотрел действительно с точки зрения того, чтобы, ну, как-то нас успокоить, да. И, ну, я сама, честно скажу, я смотрела всегда его обзоры, да, вот они там с Фейгином делали вот эти разборы. И, ну, рассказывали о ситуации на фронте. И я всегда смотрела и слушала его, потому что его подача мне была, ну, что называется, по душе. И действительно вот здесь вот я выступала в роли вот этого самого человека, который хочет получить информацию, которая его оставит в зоне, меня оставит в зоне комфорта. И в данном случае, конечно же, он отвечал всем этим моим чаяниям, как и миллионов других украинцев. Да, значит, что это у него взлет карьеры начался в 21 году, с 10 апреля до 14 сентября было первое касание. Потом в 22 году, вот самый взлет, который мы, наверное, все запомнили, это с 10 февраля до 3 апреля 22 года. И следующее касание было со 2 октября 22 года до 31 января 23 года. Вот это был взлет карьеры. Но потом уран встал на Марс. Неожиданные выходки, неожиданные события. И эти касания у него были. Кстати, поправьте меня или подскажите, когда вот это все произошло, что Арестович как бы вдруг стал вот то, что он рассказывал в этом интервью, что за ним стали следить, что он стал неудел. Значит, вот по моим подсчетам, это получается с 30 июня 23 года началось и закончилось. 26 октября 23 года, это было первое касание. И второе касание было с 19 апреля этого года и закончилось 20 мая 24 года, то есть в этом году. И больше вроде как уран не собирается вставать на Марс у него, по крайней мере. И вот такие вот неожиданные события, когда о нем, получается, мы все узнаем в контексте каких-то вот вещей неблагоприятных. Дальше. Но в ближайшее время у него в натальной карте вот этот самый уран скоро придет к белой луне и встанет на нее. А вот в этот случай, как в этом случае, получается возможно исполнение желаний. Когда это произойдет? Первое касание будет в мае-июне 27 года. То есть в 27 году у Арестовича появится возможность исполнить его желание. И как мы все догадываемся, его желание как раз стать президентом или стать фигурой очень значимой в украинской политике. Потом будет еще одно касание. Декабрь 27, апрель 28, от и до. Поэтому, ну, наблюдаем за Арестовичем. Не так долго осталось ждать. Это буквально три года. Потом мне будете писать, что я предсказала или не предсказала. Ну, в общем, интересно пронаблюдать. И дальше. И смотрите, тут еще один момент хотела вам показать. В 20-х, вот 20-й год, 22-й год, Нептун встал на Лилит. Это был момент, были моменты соблазнов, обманов, провокаций, интриг в его жизни. И когда это было? С марта по сентябрь 20-го. Значит, первое касание. Второе касание с марта по, ой, с января по март 21-го года. И с октября 21-го до января 22-го. Ну, не знаю, насколько эта информация вам нужна. Но в любом случае, вот транзитные такие штуки. Они очень интересно умеют предсказывать наши события. И, в общем-то, если вам интересно, можете вы тоже это освоить. Это довольно легко делается. Кстати, под видео там есть ссылочка на астрологию. Либо приходите на консультацию, если у вас вопрос какой-то вот именно по событиям. Потому что события, они всегда вот прям четко описывают ситуацию. Ну, ладно, я не для этого, в общем-то, сейчас вот делаю этот разбор. Мне было интересно разобраться, на самом деле, что же он хочет. И здесь я вижу, что действительно человек хочет стать президентом. Действительно там, ну, что называется, бес попутал, вот что касается его, транзитов, да. Я просто хотела понять, почему вот сначала Арестович был такой вот весь классный, замечательный, да, его все смотрели. А сейчас его все просто ненавидят. И вот этот перепад мне был интересен и с точки зрения вот именно транзитов планет, да, и с точки зрения вообще его подачи. И я вижу, что перед нами человек, который, конечно же, хорохорится по полной программе. И, конечно же, он во многом играет, но, ну, шило в мешке не утаишь, как говорится. И главное, внимательно за ним наблюдать и много чего можно увидеть. Надеюсь, что я помогла вам разобраться вот в том, на самом деле, что он прячет от нас, что не договаривает. Потому что это всегда интереснее смотреть, нежели слушать то, что человек проговаривает. Да, ну, напишите в комментарии вообще, насколько вам полезен был этот разбор. Дайте оценку моей работе, лайк, дизлайк этому видео, там, не знаю, если считаете нужным, можете с кем-то поделиться. Я, ну, вот, что вам показала, то показала. В общем, жду от вас обратной связи. Мне очень интересно, что вы вообще думаете по поводу Арестовича, по поводу вот этого разбора. Ну, наверное, все-таки больше по Арестовичу, потому что, ну, вот, одно дело я. Другое дело, особенно, вот, знаете, мне интересно мнение украинцев, что у вас о нем говорят, что наверняка вы обладаете большим количеством информации. Я просто смотрю вот по сигналам тела, вижу, что там зажимы, но не более того. А вот что на самом деле происходит, напишите мне в комментариях, я с удовольствием почитаю. Да, в общем, на этом я буду закругляться. Спасибо за ваше внимание, спасибо за то, что вы меня поддерживаете, ставите свои реакции. Это для меня очень ценно. Огромное спасибо за ваши комментарии, вообще за то, что вы со мной, за то, что вы тянетесь к знаниям вместе со мной. И я надеюсь, что мы придем к какому-то общему результату в плане знаний. И я от всей души, от всего сердца желаю все-таки победы Украине. И все-таки вот, чтобы это когда-то наконец-то закончилось, потому что в этом ужасе жить совершенно невозможно. Да, в общем, держитесь, украинцы. И я уверена, что вы сделаете правильный выбор, разберетесь ху из ху. И вы молодцы, вы боретесь за честность, за справедливость, за адекватность. И то, что даже поднимаются вот эти вопросы с коррупцией и со всеми делами, да, это работа над собой, понимаете. Это работа очень тяжелая, это работа, которая очень глубокая. Но я рада, что вы на пути, на пути вот этой борьбы. Поэтому желаю успеха всему украинскому обществу. Прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока.